Дай почитать. Издано при поддержке фонда «Русский мир» в 2015 году, стало заметным событием литературной и политической жизни. Очевидцы, слушавшие стихи в исполнении нескольких авторов этой книги, говорят, что без слез слушать невозможно. Это звучит действительно мощно, героически. Это свидетельство трагических событий. Это подвиг людей, как и в годы Великой Отечественной войны, вставших на защиту своего свободного выбора, остаться частью русского мира. Сборник объединяет стихи 33 донбасских авторов, известных, малоизвестных или впервые взявшихся за перо, но поражает мужество обычных людей, их верность человеческим ценностям, их несгибаемый дух, их достоинство и честь. Профессии у авторов разные, но мне почему-то стало как-то больнее от того, что половина из них такие же, как я, филологи. И это ощущение филологического братства, солидарности сделало книгу какой-то еще более близкой. Название отсылает на стихотворение у Анны Ахматовой 1942 года «Мужество». Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. И знаменитый финал. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Сохранили и спасли, чтобы писать о новых страницах мужества и горя. Как говорит Юрий Юрченко, за это неуменье жить, не грех и голову сложить. Живым, не сломленным, некрасивым идет в эти окаянные дни Донбасс к своей Голгофе. Мой город охрип от молитв, мой город оглох от бомбежек, мой город сегодня безлик. Прошу, защити его, Боже. Калека бессильный на вид, но тлеет в нем дух поколений, мой город стоит на крови. За то, что не стал на колени. Так лаконично, из Рима, Екатерина Ромощук определяет вину Донбасса. А невероятно музыкальная, потрясающая лиричная ода Ирины Быковской о горловке. Бьет война тебя в центре околицы, моя горловка, моя горлица. По домам, по деревьям, веточкам, да по женам и малым деточкам. Бьет война по надеждам и чаяньям, бьет по душам тупым отчаяньям. Чтобы стала руиной уродиной, моя горловка, моя родина. Бьет до смерти, без чести, без меры. Бьет за правду и бьет за веру. А молитва Людмилы Гонтаревой не может оставить равнодушным никого. Поверь нам, Господи, мы, люди, в братоубийственной войне за всех солдат молиться будем на той и этой стороне. Вспоминаются слова Корнея Ивана Чучуковского. Книга – единственная правда о том, что творилось вокруг. Да, это трагичная, прекрасная правда. Но не только о мужестве в бою, но и о мужестве остаться человеком, не расчеловечиться. Дорогие слушатели, мира нам всем. Читаем «Час мужества. Гражданская поэзия Донбасса». До новых встреч. Дай почитать.